Севастополь 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 Просто на одном таком этапе не употреблять наркотики, пить, курить. Мы посчитали, что это мало. И стараемся сейчас приложить максимум усилия, чтобы они получали высшее образование, прошли эту специальную сертификацию, чтобы ребята были профессионалы дела. Потому что когда-то, к сожалению, они были профессионалы своего дела, когда они там пили, курили, кололись, сейчас они, оставившие это все, мы видим, как они становятся профессионалом тем, что другие изменятся, так и не работают. Сложно ли было получить сертификат? Что нужно было для того, чтобы получить этот документ? Вы знаете, сложно, не сложно, но мы старались работать, готовились, конечно, к нему очень хорошо. Но что оно из себя, какие были действия предпринятые, мы, конечно, приводили, можно сказать, все в порядок. Начиная от документации, теперь у нас папка вот такая большая, толстая, форматом А4, где все хорошо запротоколировано, все прописано. До трех швабров в центре, одна швабра к этому, к другому, третьему, там даже три доски, одна к рыбе, чтобы рыбу на ней резать, мясо, хлеб. Главное, чтобы только всегда было там мясо и рыба еще к этому. Ну, немножко где-то трудно, но я вам хочу сказать, если бы не было таких стандартов, мы бы тогда к нему не тянулись бы и, может быть, остались бы на том же самом определенном уровне, какие есть. Ну, в любом случае, сверили часы, поняли, что вам это по силам. И это тоже. Какие изменения произошли в жизни организации, над какими проектами вы сегодня работаете? Ну, знаете, наверное, самое простое то, что меняются люди, есть результаты. Вот если мы берем за прошлый год, то ребята, которые начали программу, сегодня они оставили уже свои пагубные привычки, вышли, скажем, из той программы центра реабилитации, они вливаются в этот Сурцум, помогают нам. И мы видим, если раньше кто-то из них ездил, выпивши за рулем, то сегодня они наоборот. Если кого-то встретят, говорят, слушай, нельзя пить именно пьяным, садиться за руль. Или если кто-то делал какие-то еще непотребства, то они стараются другим, ну, скажем, помогать. Самое, конечно, главное, это то, что меняются люди. Они возвращаются в семью, и жены, они, знаете, как в той песне «День Победы», как он был от нас далек, вот со слезами на глазах они встречают своих мужей, вот, дети встречают своих отцов, вот. И точно так матери они встречают своих сыновей со слезами радости, потому что меняются жизни. И мы сейчас еще и начали просто, ну, скажем, как вынуждены заниматься еще реабилитацией женщин. Вот почему? Потому что это тоже, как бы, ну, проблема, она, к сожалению, не только мужская, но и женская. И мы начали со специалистами, вот, работать более, скажем, изучать, углубляться, потому что, ну, очень-очень есть большая потребность в нашем городе, в этих людей. А вот насколько активно люди, которые проходят курс реабилитации, принимают участие в жизни города? Ой, вы знаете, они настолько становятся активными, что иногда приходится останавливать. Вот почему? Люди когда-то, знаете, жили в отвержении или, скажем, как за завесой, за какой-то, где у них была своя субкультура. Вот субкультура — это наркотики, как в том фильме «Старом украл, напился в тюрьму», романтика. И они не жили ценностями этого мира. А здесь, знаете, как что-то так открылось новое, они увидели, они очень быстро, как бы, подхватывают на лету различные наши идеи. И тут уже мы смотрим по дарам. Кто-то из них были музыканты, у нас есть прекрасные творческие проекты, такие как «Мишпахапати», где ребята могут петь, играть, танцевать, показывать свое творчество. Ну, мы их направляем туда, и они становятся волонтерами, потом в дальнейшем развивают. Если кто-то там у нас больше, скажем, в других направлениях, когда там специалисты, то там по школам сейчас ребята начали ходить. Вот недавно были на северной стороне в библиотеке, когда рассказывали за здоровый образ жизни нашей молодежи. И сейчас в наших планах уже составлены программы с некоторыми учебными заведениями, которые тоже просят говорить о таких вещах, чтобы молодежь, она ни в коем случае не увидела или, скажем, не застала и не попробовала, самое главное, тех павловных наркотиков, которые сегодня существуют. То есть это абсолютно разное направление? Да, конечно. Конечно. Есть у нас и возрастной вариант такой, и точно так еще дарование. Если люди, которые я говорил, да, упоминал, что есть творческие, они будут играть, некоторые, наоборот, нам помогают в реабилитации, ходят, как это ни странно, по каким-то местам, где не всякие даже осмелятся, где сидят люди, знаете, со шприцами, с бутылками, и им рассказывают о здоровом образе жизни. Некоторые спортсмены даже есть, и сейчас они восстанавливают форму, в основном футболисты. Мы хотим скоро провести такой чемпионатик, ну, мини по футболу в Бахчисарайском районе, а потом в дальнейшем, может, и в Севастополе здесь тоже, ближе уже к такой дате, как Всемирный день борьбы с наркоманией, это 26 июня. Организация существует уже 13 лет. Скольким людям удалось помочь за это время, и насколько полноценной жизнью живут люди, прошедшие курс реабилитации? Вот вы говорите, люди меняются, а многие специалисты говорят, что у человека нельзя изменить. Вы знаете, за последний год, я буду брать статистику только прошлого года, ребята, которые сертифицировали, они тоже делали такое интервирование у нас, и что мы увидели, 29% людей из тех, которые прошли реабилитацию, они сегодня живут в трезвости. И это люди, ну, не бумажные, а это люди, те, которых можно сегодня увидеть, которые могут прийти сюда в студию, может быть, или на других каких-то там площадках нашего города, которые искренне помогают, вот, они создают свои семьи, вот, некоторые семьи, они уже увеличатся, скоро рожать будут, вот, вот. И эти ребята, они, ну, приблизительно, я говорил, да, около 29, ну, так вот возьмем это в процентном соотношении, 100 с чем-то человек обращается нам за помощью за год, вот. Но из-за того, что мы, как бы, не имеем большое количество, вот, такой пропускаемости из-за многих, скажем, вещей, это входит все и жилищно-бытовые условия, и финансы, понятно, и тому подобное. Но в развитии, в дальнейшем мы хотим развиваться, чтобы помочь намного большим людям, потому что мы знаем, что в Севастополе, к сожалению, на эта проблема, она, ну, не 10, не 20, не 30 человек нужна. Планируется ли применять новые методики в реабилитации наркозависимых? Знаете, сейчас как раз в преддверии лета, то, конечно же, самое простое, это выходы куда-то на природу, вот, на море, тем более мы в таком прекрасном месте живем, вот. В нашей сфере, скажем, есть это различные направления. Это спортивная часть, когда ребята, знаете, такие маленькие, сутуленькие приходят, но потом каждое утро у них есть зарядка, они становятся немножко больше, потому что трехразовое питание, они потом берут гантели, там, что-то там делают, копают, вот. И так же самое у нас есть, там, библиотерапия, когда ребята обращаются к христианской литературе, вот смотрят, читают. У нас есть так же самые творческие вечера, где они поют, играют, там, в баню ходят. Ну, много таких методик, которые, скажем, полезны для людей. Это есть как групповое, так и личностное. Работа отдельно психолога, потому что не все люди, скажем, они могут выйти сразу же и принять образ жизни этого мира, скажем, вот, как с подземелья, и нужна работа. У нас заключен договор с профессиональным психологом, с милой Людмилой Стрельцовой, вот, которая помогает, скажем, ребятам. Ну, а сейчас, конечно, это море, лето, это просто то, что нужно для ребят, оздоровение. Какие основные риски? Как не оступиться? Ой, вы знаете, сейчас такое время, когда, к сожалению, приходят все новые и новые наркотики, и такие мы недавно вернулись с материка, где были там на семинарах, вот, как раз по этой специфике, и такие наркотики, как соли, как амфетамины и спайсы, они, к сожалению, распространены очень сильно, вот. И мы решили идти на опережение с разными такими организациями, как мы, там, с государственными, негосударственными. Сотрудничаете активно, да? Да, в службах, вот, хотим как-то объединить общие усилия с ФСКМ, чтобы было какое-то информирование более, ну, скажем, распространенное. Так как в нашей территории в основном это употребляли наркотики опиоидные и коноплю, вот, то здесь это немножко другое, это психотропное, нужно знать нашему обществу, как выявлять это все дело, вот. Вот. И я думаю, что общими усилиями мы как-то все же, ну, приложим максимум усилий, чтобы было всего вреда меньше, вот, а радости и здоровья и любви было больше. А что делать, если все-таки беда пришла в твой дом, как быть близким? Потому что не всегда наркозависимый готов это признать и готов избавиться от этого. Ну, вы знаете, вот у нас, как идет работа с самим независимым, это центр реабилитации, который находится на фиоленте, вот, то так же самое у нас есть сейчас работа, это с семьями. Почему? Потому что если страдает один, страдают все. Если ты ударишь себя, ну, ударишься рукой, да, то у тебя все равно будет болеть все тело, и тебе будет плохо, не может рука болеть сама по себе, пока ты живой. Вот. От этого страдают родители, и не только родители, но и дети. А если не дети, бывают и бабушки, и дедушки, вот. И у нас есть целая программа, мы можем поделиться, можем помочь, и есть самые главные результаты. Вот. В этой программе ведут специалисты, у которых были сами проблемы. Они это преодолели, вышли, обучились, получили различного рода документацию, и они сегодня помогают тем людям, которые столкнулись с этой проблемой. А вот если человек вообще не хочет найти, не в центр реабилитации, не вообще не соглашается ни на какие уговоры, а близких сердце болит, потому что человек пропадает? Нет. Знаете, это из опыта нужно в первую очередь тогда бежать самим близким, вот на такие консультации, на такие группы, чтобы они увидели выход. И к каждому человеку есть свой подход. Это мы видим, что это и женщина, и мужчина, и разный возраст, и разный вид наркотиков. Вот. Почему? Потому что многие люди, взрослые, они закрываются, они боятся, в их жизнь пришло горе, и это такое, знаете, как постыдное горе. Это не просто болезнь, это ту болезнь, которую ты сам приобрёл, вот не слушая советов мудрых старших людей. Славность, да? Конечно. И люди, они от этого комплексуют, я имею в виду родители, родственники все. И мы предлагаем просто обучиться пройти и понять, что это не ваша вина, но даже если что-то произошло, есть общество, сообщество, которое готово поддержать, помочь, и результаты самое главное есть. А какие гарантии того, что вот если взяться за это вовремя, можно вообще от этого избавиться, никогда больше к этому не возвращаться, жить полноценной жизнью? Знаете, гарантий, я бы сказал, больше тут, ну, скажем, никаких нет. Буквально недели-две назад мы хоронили некоторых ребят, которые нам сообщили, когда мы их давно знали, вот они обращались в нашу организацию, прошли реабилитацию, было нормально, а потом они отстранились, начали жить своей жизнью, вот, не слушая совета, вот, их нашли со шприцами где-то в Балаклаве, вот там вот мёртвыми уже, вот, гарантии такой нету. Но я знаю таких людей, которые по 15 лет не колятся, и не пьют, и не курят, создают семьи. То есть взять себя в руки вместе со специалистами всегда можно? Да, это должна полностью измениться вся субкультура, вот, почему? Потому что если человек бросает наркотики, остаётся в своём обращении тех всех знакомых, друзей, близких, оно притягивает обратно туда же. Лучше вырываться полностью, да. Результат противоположный. Предоставляем возможность обратиться к нашим телезрителям. Ну, в первую очередь я хотел бы поздравить с наступающим праздником 9 мая, нашим драгоценным ветеранам пожелать крепкого, хорошего здоровья и сказать большое спасибо за ваше упорство, настойчивость и такую любовь, которую передали. Ну, и так как наша организация называется «Твоя победа», мне хочется пожелать людям, которые когда-то попали в эту проблему, я имею в виду нарко- или алкозависимость, что выход есть, и здесь нужно бороться, как на каждой войне нужно бороться. И если ты будешь жить, ты будешь живой, и в этом будет твоя победа. Мы желаем вам счастья, здоровья. Пусть Бог благословит и даст вам силы противостать всякой вот этой плохой ситуации, которая пришла в вашу жизнь. Еще раз всех с праздником, и пусть будет все хорошо. Благодарю вас за участие в программе. Беседовали с руководителем Севастопольской общественной организации «Твоя победа» Игорем Ратниковым. Редактор субтитров А.Семкин